И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья! Помните предыдущую серию? Мы с вами путешествовали на самом краю нашей вселенной, где кончается всё и начинается что-то новое, да. Так вот, в этой серии, друзья, я решил вернуться поближе к нашему родному дому под названием Млечный Путь к нашей галактике. И в этой серии, друзья, мы рассмотрим с вами самые большие объекты нашей вселенной. Я думаю, многие из вас задавались этим вопросом, какие есть объекты во вселенной больше, допустим, нашей галактики Млечный Путь, какие есть экзопланеты больше нашего Юпитера, либо какие-то другие планеты, какие есть туманности, больше известных наших туманностей в нашей галактике. Так вот, ребята, сегодня в этой серии мы рассмотрим четыре таких интересных больших объекта в нашей вселенной. Ну что же, друзья, начинаем. Первый объект, насколько ты уже наблюдаешь, непонятный жёлто-оранжевый шар, на фоне которого каких-то два спутника, либо планеты. Ребят, скажу вам и раскрою все карты. Это самая большая звезда. Ну, по крайней мере, самая известная звезда в нашей вселенной, в нашей галактике. Ви-Ай, большого пса, она же Ви-Ай, с кьютием. Посмотри, насколько она огромна. Просто размеры, конечно, размеры, то, что ты смотришь, могут не так тебя впечатлять. Боже, что тут на видео непонятно, какой-то огромный красный шар. Но вот если наше солнце поместить куда-нибудь, ну, приблизительно в центр, вот сюда, то есть представь, маленькая точка в самом сердце этого красного гиганта, это наше солнце. А Юпитер, Юпитер, ну, будет вот где-то приблизительно на краю, на краю Ви-Ай, с кьютием, то есть где-то приблизительно здесь. Даже, наверное, вот тут. Край этого красного гиганта будет выходить за орбиту Юпитера. Это если разместить вот эту звезду в нашей Солнечной системе. Представляешь, насколько огромна эта звезда? Да, мы привыкли с вами думать, что Солнце невероятных размеров. Но, если сравнить его с Землей, радиус звезды в 109 раз больше земного и равен 696 тысячам километров. Ну, а теперь умножьте эту величину на 1708 и узнаете радиус Ви-Ай, с кьютием, то есть Ви-Ай большого пса. Посмотри. Давай посмотрим. Диаметр. 1387 диаметров Солнца, 12 астрономических единиц. Масса, конечно, тоже очень огромна, 20 масс Солнца. Так, ну, что у нас по температуре? По температуре, конечно, не очень так жарко. 3490 по Кельвину. Это, наверное, где-то приблизительно 4100-4200, наверное, градусов примерно по Цельсию. Вот так, да. Кстати, вот это все чудодействие находится в созвездии Щита. Ну, как я вам и говорил, радиус бы простирался бы чуть дальше Юпитера. Кстати, ребятки, это самая известная и яркая звезда, которая нам сейчас известна. Известно человечеству. И самое, что интересное в этом симуляторе, посмотри, число планет Ви-Ай большого пса, 9. Давай посмотрим, что у нас имеется по планетам. Так, горячая пустынная Терра, горячий супер-Юпитер, раскаленная супер-Терра, еще один газовый гигант и еще раскаленные, по-моему, теплая супер-океаническая аквария. Да ладно. И что, там даже есть вода? Нет, нет, есть вода. Ну, возможно, в виде пары, я не знаю. Но все планеты полностью раскалены, да. Это, конечно, пугающе. Посмотри, насколько он огромен. Этот гигант, он просто невероятных масштабов. Вот, взгляни на него. Это невероятно. Это фантастически. О, боже. Это нереально. Просто нереально. Посмотри, насколько уродливы его границы. Скажу больше, ребята, что вот этот супер-гигант, он очень быстро сгорает. То есть, от звезды, от звезды, возможно, скоро, я не знаю, либо она взорвется, либо она превратится в нейтронную звезду. Да, но это реально. Это монстр. Это монстр. Посмотри. Давай посмотрим... Так, подожди. Мне нужно посмотреть. Я хочу посмотреть, насколько близко максимально расположены планеты. Так, это у нас первая планета. Вторая планета. Горячий супер-Юпитер. Да, он практически прямо рядом. Суа и Большого Пса. Да, все планеты расположены очень рядом. Ну, я скажу так, что крем от загара тебе бы здесь не помог и не спас бы тебя. Так, сейчас я хочу еще посмотреть, насколько далеко данный монстр находится от нашей Земли. Расстояние 3816 световых лет. Да, наверное, наше Солнце мы здесь не увидим, даже в виде тусклой звезды. Ну что же, друзья, давайте, наверное, переместимся ко второму объекту, который также очень-очень интересен. Итак, друзья, объект, которым по праву в сегодняшнем нашем обзоре можно считать самым большим объектом Вселенной. Это звездное скопление под названием NGC 2070. Тип рассеянное. Так, давай посмотрим по диаметру. Диаметр 91 световой год. Светимость около, приблизительно, наверное, 2 миллионов звезд, или 2, 20 миллионов звезд, да. Возраст этого звездного скопления оценивается где-то приблизительно в 2 миллиона лет. То есть скажу так, что в этом звездном скоплении находятся совершенно молодые звезды, которые только начинают свою жизнь, и, возможно, рядом с которыми только начинают образовываться какие-то планеты, экзопланеты, на которых будет жизнь, или, возможно, уже образовалась какая-то жизнь. Посмотри, насколько это великолепно. Кстати, ты спросишь, где находится все это чудодействие, где находится эта красота. Эта красота находится в Большом Магеллановом облаке, да. Давайте подлетим немножко, наверное, поближе. Стой, 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 не так быстро. Отсюда можно, кстати, увидеть нашу галактику Млечный Путь. Вот наш родной дом, посмотри. Мы смотрим сквозь этого большого монстра скопления NGC-2070. Я думаю, не имеет смысла сейчас искать какие-то там планеты. Просто хотя бы рассмотрим данные огромные объекты сегодняшней нашей серии. Ну что ж, друзья, наверное, я думаю, нужно перемещаться к третьему объекту, которому по праву я дам второе место в нашей серии. Друзья, мы находимся рядом с объектом под названием Холм-15А. Это сверхмассивная и самая большая черная дыра в нашей вселенной. Подожди, стой, да, я уже вижу, как искажается пространство, искажается время. Посмотри на эти края. Диаметр этой системы просто невероятен. 81 световой год. Если сравнить с черной звездой в центре нашей галактики Млечный Путь, Стрелец А, то, по-моему, размеры Стрелца А всего лишь каких-то 44, по-моему, нет. Подождите, стой, я путаю. 22 миллиона километра, а здесь диаметр системы 81 световой год. Это невероятно масса, просто фантастичная. Ну, сам можешь примерно прикинуть, да. Кстати, ты спросишь, где находится эта сверхмассивная и самая огромная черная дыра нашей вселенной. Находится она в эллиптической галактике типа CD в скоплении галактик АВЛ-85 в созвездии Кита на расстоянии 700 миллионов световых лет от нашего дома, от нашей звезды по имени Солнце. Да, посмотри. Это невероятно. Это огромная черная дыра. И она по праву, я скажу, занимает второе место в нашем сегодняшнем обзоре. Вот мне, кстати, интересно. Подожди, стой. Рядом с ней располагаются молодые звезды, да. Скорее всего. Подожди, а рядом у звезды есть планеты? Да, у них есть планеты. Мне хочется посмотреть хотя бы, как хоть с одной планеты выглядит обзор на всю вот эту вот огромную красоту. Так. Звезда РС-109. Давайте посмотрим, что у них по планетам. Раскаленная пустынная Супертерра. Супертерра. Холодная пустынная аквария. Я думаю, вот эта вот планета нам подойдет. И мы сейчас к ней перелетим. И даже, скажу больше, мы сейчас опустимся на ее поверхность. Так, отлично. Только, наверное... А, ну хотя, в принципе, наверное, на дневной стороне тоже все это будет выглядеть очень впечатляюще, да? Ну, подожди, а саму черную дыру будет видно? Да, вот нам надо как-то край, горизонт найти. Приземлиться, наверное, приблизительно где-то здесь. И отсюда мы бы наблюдали вот такое черное пятно. Но, да, это было бы невероятно. Посмотри. Посмотри на эти границы, на эти края. Это реально завораживает. Это действительно, это очень круто. Это здорово. Ну что ж, ребятки, давайте, наверное, перейдем к объекту, которому я по праву отдам первое место в сегодняшнем нашем обзоре. Итак, друзья, самый известный и самый поистине огромный объект IC1101. Самый известный огромный объект нашей Вселенной. Наш Млечный Путь размером не впечатляет. Всего каких-то 100 тысяч световых лет от края до края. Но посмотри теперь на эту сверхгигантскую эллиптическую галактику. Размер. Посмотри диаметр. 6 миллионов световых лет. Она в 60 раз крупнее и 2000 раз массивнее Млечного Пути. Я скажу так, если бы IC1101 находился на месте нашей галактики, она бы поглотила Магеллановы облака, туманность Андромеда и галактику, треугольник. Многие ученые считают, что данная галактика образовалась в результате столкновения галактик размером с Млечный Путь и туманность Андромеды. Давайте, наверное, немножко приблизимся к ней. Так, подожди, стой. Мне хочется посмотреть, насколько далеко находится все это от нашего дома. Расстояние 1 миллиард световых лет. Давайте немного приблизимся. Я заметил то, что в этой галактике присутствует не так уж много звезд. Я не знаю, что погубило все звезды, которые находились в двух галактиках при столкновении. Ну, возможно, их со временем разбросало. Подожди, мне хочется посмотреть по возрасту. По возрасту нам непонятно, но я нашел здесь единственную, наверное, звезду, которая находится в этой поистине огромной галактике. Это белый сверхгигант. Трайная звездная система в число планет 12. Давайте посмотрим. Так, о, кстати, здесь находится черная дыра. У первой звезды у нас, я так понимаю, 7 планет. У второй звезды у нас вообще, по-моему, только одна планета. И у черной дыры 8 планет. Классно, здорово. Ну, давайте попробуем переместиться в какой-нибудь планете, которая расположена рядом с черной дырой. Ну, а где же наша черная дыра? Ну, она здесь отсюда практически не проглядывается. Да, маленькое черное пятнышко. Маленькое черное. Я думаю, что по праву можно считать вот этих 4 объекта, которых сегодня мы с вами рассмотрели в сегодняшней нашей серии, самыми огромными объектами, самыми большими монстрами нашей вселенной. Ну, а если ты знаешь объекты намного больше тех, которых сегодня мы рассмотрели в нашей серии, пиши обязательно в комментариях, мне будет интересно о них узнать. Обязательно ставь пальчик вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео по Space Engine. И помните, друзья, космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока. Продолжение следует...